Увидеть северное сияние мечтает каждый. Как оказалось, для того, чтобы сделать это, совсем не обязательно ехать на север. Свидетелями этого необычного, как считают многие для наших мест, явления стали рязанцы вечером 17 марта. Однако, как нам пояснили в обсерватории Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, северное сияние, в том числе и в наших широтах, бывает регулярно. Просто далеко не всегда это явление можно увидеть в силу его малой интенсивности. Просто мы этого не замечаем. Те, кто живет на селе, спать ложатся. А те, кто в городе, им недоступны из-за освещенности улиц. На памяти Александра северное сияние в Рязани и области наблюдалось не раз. Природа возникновения этого явления такова, что нет ничего удивительного в его появлении в наших широтах. Ну, это свечение, которое происходит от взаимодействия движущихся частиц, электронов, протонов и так далее, от взаимодействия с атомами и молекулами нашей атмосферы. Чем энергичнее частица и больше ее масса, она пробивается в более глубокие слои атмосферы, вызывает большее свечение. Вспышка, которая произошла на Солнце 15 марта, породила поток достаточно интенсивного солнечного ветра, который достиг Земли примерно через трое суток. Именно силы этого потока и значительная масса частиц и стали причиной значительного северного сияния, которое смогли увидеть рязанцы 17 марта. Редактор субтитров А.Семкин